Я решил сделать РПГ из Лего, поэтому сегодня я соберу интересных персонажей, построю много новых локаций, придумаю задания, чтобы прокачать героя и соберу команду, чтобы сразиться с главным боссом. Смотри видео до конца и ты увидишь много крутых, простых и интересных идей для ваших минифигурок и построек из Лего. В прошлой части группа искателей приключений сразилась с пещерным монстром и помогла дворфам очистить шахту от роя паугов, после этого герои арендовали судно и закупили товары, чтобы отправиться торговать в королевство Люминор. Несколько дней в море стояла хорошая погода, но резкий шторм, накрывший корабль, сбил с курса капитана и теперь герои, блуждая по морю, пытались снова найти верную дорогу. Проклятый прибор! Видимо, он сломался во время бури. Что это впереди? Похоже на торговое судно. О нет, это пираты! Видимо, нас отнесло слишком сильно на запад. Заряжай! Не сопротивляйтесь, и никто не пострадает. Что тут у нас? Множество товаров, но на торговцев вы не похожи. Ну и ладно, связайте, и давайте возвращаться на остров. Отдайте им оружие, так будет лучше. Ты на чьей вообще стороне? Отдайте им. Отплываем! Мулахе! Кстати, идею морского путешествия предложил мне один из подписчиков, написав в моей группе в ВК. И таких сообщений я получаю очень много. С такими идеями вы и сами можете запустить свой YouTube канал. А для создания видео я порекомендую вам простой и понятный, но при этом многофункциональный видеоредактор Filmora. Это уникальная программа для монтажа, в которую встроен искусственный интеллект. Он поможет вам быстро и легко создавать крутые видео. Здесь есть ИИ-помощник Копилот. Он анализирует ваши видео и предоставляет интеллектуальные рекомендации, адаптированные к вашим потребностям. Встроенный генератор музыки используйте искусственный интеллект для создания бесплатной музыки без авторских прав для ваших видео. Удаление голоса в ваших аудиофайлах с помощью искусственного интеллекта в любом необходимом для вас отрезке. Множество стикеров, мемов и дополнительных функций. А недавно в редакторе Filmora появилась новая функция LUT, которая сделает ваше видео еще ярче. Так что скорее переходи по ссылке в описании, скачивай Filmora и начинай делать свои видео уже сейчас. Пираты, похитившие авантюристов, обитали на небольших островах Тест-Юдо, к западу от берегов Территорна. Привезя героев в свое поселение, пираты посадили их в темницу, а меха унесли в свои кладовые. И что теперь с нами будет? Отправите нас на арену или продадите троллям в рабство? На арену? Мы же не варвары какие-то. Если есть кто-то, кто заплатит за вас выкуп, то отпустим. А если нет, останетесь здесь помогать по хозяйству. А с троллями мы дел не имеем. Раньше мы торговали с мерантийцами. Вон, можешь спросить у своего капитана. Но сейчас эти земли кишат троллями. Их возглавил Зоргул Липки. Огромный вонючий слезняк, провозгласивший себя правителем Южных Болот. Наш король и воины матери Фруна скоро выгонят этих грязных захватчиков со священных болот. После того, как тролли достроят свой город, вы уже никого оттуда не выгоните. Достроят город? Мерзкие твари. Надо как можно скорее сообщить об этом королю. Почему вы не торгуете с Люминором? Да потому что наместник Гардоса, Королевской Гавани, назвал нас немытыми дикарями. И наложил эмбарго на все наши товары. А завидев наши корабли, сразу стреляют. Хватит с вас разговоров на сегодня. Ложитесь спать. Завтра отправляйтесь работать на плантации. Не собираюсь я работать в поле. Бежать надо отсюда. Дождавшись наступления ночи, Голди поджег несколько веревок и смог сломать тюремную клетку. Тихо пробившись через спящую стражу, герои добрались до причала и проникли на корабль пиратов. Теперь им предстоял тяжелый выбор. Герои могут вернуться на корабле обратно в Керендер или отправиться в Королевскую Гавань, чтобы уговорить наместника выдать торговую лицензию и обвинять ее на свободу своих друзей. Сделав свой выбор, герои отвязали веревки и, взяв руки весла, поспешили отплыть как можно дальше от берега. Спустя несколько недель им все же удалось достичь пристани Гардоса. Но увидев знакомый корабль, городская стража сразу же арестовала героев. После долгих уговоров, стражники согласились отвезти их на встречу с наместником. Рассказав ему свою историю, наместник предложил авантюристам награду в 10 золотых монет, если они покажут, где находятся пираты. Но Роддан решил все же попробовать уговорить наместника выдать жителям острова торговую лицензию. Эти негодяи, королевская вельможа, совсем меня доконали. Считают, что я незаслуженно занимаю пост наместника. Я наследник знатного рода, правящего в Тефеста, пока он не ушел на дно океана. Будь проклят, это чертов вулкан. Именно мои предки основали Гардас после гибели родного города. Ладно, дам я лицензию вашим варварам. Но взамен вы, авантюристы, должны спуститься на морское дно, к руинам дворца моего рода, и найти в нем жезл правящего лорда. При нем никто не посмеет сказать, что я не достоин. Взяв задание у наместника и получив очко красноречия за успешные переговоры, герои отправились обратно на корабль. У причала командир городской стражи выдал им карту и приказал погрузить на судно припасы. Удачи, авантюристы! Пусть свет Аргараса освещает ваш путь! Приплыв в назначенное место, герои начали готовиться к погружению. Голди применял несколько заклинаний. Он создал воздушные пузыри, чтобы герои смогли дышать. А ноги превратил в длинные плавники. Продолжение следует... Продолжение следует... Морское чудовище было повержено, а победа принесла героям ценные артефакты и новый уровень. Голди собрал острые клыки, ядовитую железу и вырезал змеиное сердце. Осмотрев оставшуюся часть дворца, Родан нашел раковину с драгоценной жемчужиной, а среди зарослей он заметил еще один интересный предмет. Это был щит стражника Тефеста. Он станет отличной заменой старому деревянному щиту Родана. Кислород в пузыре начал заканчиваться, так что герои отправились на поверхность. Вернувшись в Королевскую Гавань, искатели приключений вручили наместнику фамильный жезл и получили взамен торговую лицензию. Узнав, что герои победили морское чудище, наместник поблагодарил их и подарил Голди колбу со святой водой из храма Аргараса, а Родану — стальной шлем королевских гвардейцев. Теперь они могут выручить своих друзей из плена пиратов, а также герои получили новый уровень. А это что? Почтовая сова? Как она смогла меня найти? Это заколдованная сова из Академии магов. Она найдет тебя даже под землей. Письмо от Советника Короля, которого мы сопровождали в Альфийский город. Всем искателям приключений! Керендер в опасности! Зловещий Некромант наслал ужасную чуму на наши земли. Деревни одна за одной гибнут от этого страшного недуга. А Некромант собирает армию нежити и темных тварей, чтобы захватить столицу нашего королевства. Герои Кальдари, Керендер взывает к вашей помощи! Вы как никогда нужны королю и нашему народу! Ух ты! Ну что, Голди, Видимо, наши приключения только начинаются!